В колоночку построили все. Сначала мальчики, потом девочки. Так, Дима куда-нибудь дальше, Серега становись. Село Раковка. Обычный урок физкультуры? Нет, все серьезнее. К 23 февраля сюда съедутся 20 или даже больше команд из разных сел округа. Вроде бы до дня защитника отечества еще далеко, но Сергей Михайлович своих учеников готовит заранее. Ну, что-то Димон, ты сегодня мамкой тебя не кормила. Для третьеклассницы Инны полоса препятствий не проблема. Наравне с мальчишками она преодолевает запланированные преграды. Девчонки тоже не отстают. Я готова к соревнованиям и хочу стать сильной, чтобы всех победить. Перечень состязаний впечатляет. От всем известных футбола и волейбола до нормативов по оказанию первой доврачебной помощи. Будет, например, транспортировка раненого через завалы, а пока в спортзал. Здесь ребята постарше отправляют в челночный полет волейбольный мяч. Восьмиклассник Дмитрий Лукьяненко уже может похвастаться приличной подачей. Пока у меня побед еще нет, тренироваться я буду, достигать большего и лучшего. Забраться по канату? Для девятиклассника Вадима Бернарда нет ничего проще. Его брату Рустаму нет равных в подтягивании. Пока рекорд 25 раз, но ко дню Икс обещает подтянуться 50. Изюмин Караковской школы – скалодром, который не имеет аналогов в Луссурийском районе. Восемь лет назад его построил Сергей Михайлович. Здесь четыре уровня сложности, тем интереснее их преодолевать. Витя Сергеев уже имеет медаль за третье место. Его друг Сережа Христич не отстает. Серега, так ты лучший, молодец! Да, когда я залез наверх, я там карабин у меня заел, я не мог отцепиться. Ну, потом, ну, повыше залез это. У меня там уже все болело, я еле как карабин отцепил. Зимние окружные соревнования будут проходить в Роковке восьмой год подряд. В память Александра Нехорошего, который погиб в Чечне при исполнении воинского долга. Когда-то и он учился в этой школе и был отличным спортсменом. Андрей Клочков, Игорь Антонов, Телемикс. Субтитры создавал DimaTorzok